Итак, я решил писать еще одно небольшое такое вот видео вам, чтобы немножечко попроще, побыстрее, поудобнее реализовать ответ на ваш комментарий, который достаточно неоднозначен получился по смену содержанию в чем-то и согласно в чем-то нет, но в принципе это нормально. По поводу того, что выбрал секрет, как видите, ну это момент такой, если захотите поблагодарить меня за это видео, поблагодарите, если нет, значит нет, в принципе я понимаю, что в данном случае вы не должны этого делать. Значит, исходя из того, что вы описали, я могу сделать предположение, что вы достаточно на самостоятельный человек, который привык контролировать ситуацию вокруг себя, который не привык испытывать подобные эмоции и не привык быть заинтересованным в других людях и, собственно, поэтому вы сейчас немножечко пребываете в смежных чувствах от того, что вообще так-так и почему у вас такие эмоции вызвали. На самом деле, именно про эмоции я скажу чуть позже, а пока я вам скажу, что вы действительно очень интеллектуально развитый человек, вы действительно контролируете все, что в своей жизни знаете, как и что вы хотите, и от общения судей, от общения с людьми, прошу прощения, вы, судя по всему, тоже знаете, чего хотите, тоже, судя по всему, понимаете, что вам от них нужно и общаетесь с ними, но интереса при этом они у вас не вызывают. И тут вот появился человек, который интересен вам и для вас это стало все равно что открытие. Вот здесь, наверное, все-таки будет некое продолжение того, что я говорил в начале, потому что есть некоторое открытие ваше в том, что вы можете испытывать такие эмоции к человеку, но от этих эмоций человек не может изменить к вам своего отношения. То есть он относится к вам так же, как и раньше, вне зависимости от того, но вы непривычными для вас эти эмоции или нет. Думаете мне, что ваши эмоции, с учетом того, что вы описали, думаете мне, что ваши эмоции, они совершенно нормальны. Просто вы к ним не привыкли. Вы не привыкли испытывать эти чувства, когда, знаете, все находятся уже под вашим контролем. Вы все чувствуете, вы все контролируете, вы понимаете, как и что происходит. А сейчас как будто ситуация выходит из вашего контроля, вы понимаете, что отношения с этим человеком контролировать вы не можете. И вот это вот отсутствие контроля вас и напрягает. Отсутствие контроля, отсутствие привычной размеренности, привычной отмысленности того, что происходит. А на самом деле вы дали себе, сами ответ, когда написали, что этого человека любите. Кстати говоря, ну на самом-то деле, то, что вы его любите, вы об этом не говорили. Раньше, по крайней мере, если бы вы сказали, то, возможно, мой ответ был бы и другим. Тот факт, что у вас есть достаточно серьезные требования к людям, тот факт, что вы самостоятельный человек, тот факт, что вы самодостаточный, судя по сути, человек и самоуверенный, но при этом являетесь экстраветом, то есть все оцениваете, делает вас, ну, достаточно неприступным для других людей и делает вас достаточно независимой от этих самых других людей. И именно то, что сейчас из этой независимости вы посещали в раздел «Зависимость», то есть когда вы влюбились, вы стали зависимы, так или иначе, эмоционально вовлечены в этот процесс, то, соответственно, вы и испытываете такие чувства. Думаю, что эти чувства, еще раз повторю, ненормальные, в рамках того, что вы изначально спрашивали, с ними делать ничего не нужно, потому что вы, как бы, смотрите, какая-то лучшая ситуация, вы не испытывали таких чувств, и теперь начали их испытывать. Разочистое знание, оно, как бы, немного расширилось, оно подняло для себя новые возможности, новые проявления активности своей, и для него это непривычно. И все подобные эмоции вы испытываете их именно в силу того, что происходит адаптация. Адаптация займет какое-то время, пока вы также в силе своего интеллекта не научитесь этими эмоциями управлять. А до тех пор, пока этого не будет, у вас, в принципе, будут такие всплески, но это совершенно нормально, еще раз повторю. Теперь, собственно говоря, хотел бы я пройтись по тем моментам, которые вы написали в своем комментарии, наш первый момент, это то, что человек заметил, что вы раскрыли свою душу, и он вам сам так сказал. Значит, это на самом деле не говорит о нем в его пользу, потому что если человек знал, что вы раскрыли свою душу, значит, он знал, видимо, так же и то, что он для вас наш. Хотя, опять-таки, из-за того, что вы написали, что вы написали, что человек раскрыл вам свою душу. Ну, все. Но, нарезованный вопрос, он может, о том, почему он, например, к вам так относится, он скажет, ну, а я не просил, например, тебя свою душу раскрывать, или, я не понял, может быть, всем свою душу раскрывать. То есть, есть вариант того, вероятность того, что человек просто чувствует себя достойным, потому что вы раскрыли ему душу, чувствует себя, значит, ну, как бы, носителем ваших тайн, но при этом он не считает, что это накладывает на него обязанность по обязательному уделению вам своего внимания. И вполне вероятно, что человек, ну, может быть, более серьезный, он очень серьезно относится к тому, что вот с ним сейчас происходит, к экзаменам, может быть, понимаете, что вы уважаете его, да, за то, какой он есть. И логичным проявлением того, что вы в нем уважаете, логичным проявлением того, что вы в нем любите, является вот этот поступок. Для простоты своей фразы попробую вам, ну, вот такой пример привести, да, если вы любите в человеке ответственность, любите в человеке целеутпрямленность, то, соответственно, такой человек всегда, ну, куда-то стремится, куда-то, постигает новые вершины, покоряет их. И вам нравится, пока вы являетесь его вершиной, но в определенный момент он вас покорит, по крайней мере, в какой-то момент, в какой-то период он вас покорит, и он пойдет дальше. А вы будете как бы за ним следить, и вы можете для себя сделать такой выбор. Или вы идете с ним дальше, то есть рядом, поддерживаете его, помогаете ему преодолеть новый вершины, видите, как он стремится к чему-то, да, иногда жертвуя ради этой своей новой цели уже и вами, и прочим, либо нет. Но, так бывает всегда, что если нам нравится какой-то человек, у нас вызывают уважение какие-то качества у человека, то, соответственно, эти качества могут обернуться против нас же самих, и выступать не только в положительном ключе, но и в негативном. Возможно, вы к этому еще не готовы, опять-таки, не до всем понятных двадцатого текста, были у вас отношения раньше или нет, но, тем не менее, возможно, вы к этому не готовы, возможно, вы не остановитесь пока, что любые качества человека могут обернуться негативом. Негативом для, собственно говоря, вас, да и для любого человека, в том числе и для самого носителя этих качеств тоже. Дальше, значит, ну, про то, что человек реагировал на вас, стало очень хорошо, я рад, в принципе, что это здорово. Пример этот я приводил по поводу реакции на ваши высказывания, это был именно пример, это не было проекции на вашу молодого шага, поэтому, ну, не нужно, как бы, так это воспринимать. Дальше, значит, вы пишите, что человек, значит, вы не общаетесь так со всеми людьми, что я не буду рассказывать того, что рассказываю ему и другим людям. Если человек это знает, то тогда получается так, что он и его взгляды относительно того, как должны развиваться отношения, ну, несколько иные, чем у вас. Вот, вы, например, считаете, думаете, что вам нужно теперь видеться как можно более часто. То есть, насколько вы не были заинтересованы в людях, она настолько, теперь вы заинтересованы в нем. Тут действует система баланса. То есть, если вы где-то что-то не реализовали, то теперь вы это реализовываете с полной силой, так, как не могли сделать, ну, раньше, как не делали раньше. Человеки придерживаются одно и на другом мнении, он знает, что вот после такого откровенного общения нужно чуть-чуть притормозить, чуть-чуть притормозить и, значит, как бы, ну, сделать небольшой перерыв, чтобы переварить всю эту информацию, которая вас, ну, которая вас циркулирует между вами. И иногда мужчины могут просто-напросто испугаться от той стремительности, с которой развиваются отношения. Может быть, мужчина решил притормозить. А я думаю, что это наиболее вероятно развитие событий, что мужчина просто решил притормозить, чтобы ваши отношения так уж сильно не развивались, так уж, стремительно, дабы не наделать ошибок, дабы подходить к ним, к вашим отношениям, наиболее взвешенной, размере и, ну, я бы не взялся с холодной головой, но, по крайней мере, чтобы не зелеть потом о чем-то. И если вы такой серьезный человек, каким вы выглядите для него, то он понимает, что, ну, наверное, если вы не потеряли к нему интерес, то не потеряете этот интерес и в дальнейшем, и это не столько сделает ваши отношения более крепкими. Дальше. Значит, что касается того, что у вас нет возможности реализовать себя другим человеком в этой сфере, вы назвали это бредом. Потому что, скорее всего, вы любите этого человека, говорите, говорите вы, а я говорю вам, предлагаю любить других людей и, значит, любить других людей и вести с ними отношения, это ни к чему не приведет. Также вы пишите, что неправильно меня поняли, но я не хочу менять несколько людям одновременно. Да, вы меня определенно неправильно поняли, но я, пожалуй, с того, что вы не описали, что вы любите этого человека, вы не описали, что у вас к нему такие чувства, вы сказали просто, что общаетесь с ним, и все. Что вы раскрыли ему душу, свою душу. Вот. Мысль о том, что у вас к нему может быть чувства, может быть любовь, у меня, конечно, была, но я достаточно тактичный человек, чтобы этого вам не сказать. Теперь вы сами об этом говорите, и я понимаю, что вы его любите, но, говоря о сферах, говорите о сферах, очень важно понимать, что вы в мужчине сейчас нуждаетесь больше, чем он в вас. А это означает, что вы в социальном плане нереализованы, по крайней мере, не так эмоционально реализованы, как он. Вы в нем нуждаете сильно. Почему? Потому что вы эмоции такие испытываете только к нему, и он вам нужен в силу того, что эмоции для вас – это более феноменальное проявление, более феноменциальное явление, чем для него, а он эмоционально к людям более открыт, и он эмоционально к людям более, как бы, активен. И если вы эмоционально можете проявляться только по отношению к этому человеку, и вы стремитесь к нему именно для того, чтобы чувствовать, что вы эмоционально вовлечены в отношения с ним, то он может эмоционально реализовываться и с другими людьми тоже. Я думаю, что именно это является реализацией, а не измена. И не ведение двух отношений, а не ведение нескольких отношений, а сразу. То есть, этот момент тоже нужно вам несколько более, как бы сказать, широко понимать. Если вы человеку не станете, значит, у вас есть такая возможность, такая потребность, которую вы реализуете только с ним. И эту потребность можно удовлетворять по-разному. Чтобы вы не чувствовали, что вы эмоционально реализуете себя только с ним. Чтобы вы чувствовали себя более, может быть, более живой. Потому что, когда человек проявляет эмоции, он чувствует себя более живой. Вам нужно попробовать откатегализировать людей. То есть, отобрать по качествам, которые вас привлекают в людях. И общаться с другими. Никак, любовники, нет. Просто следите с людьми. И я думаю, что тот факт, что вы любите этого человека, это, конечно, очень хорошо. Но не только в любви, по моему мнению, дело. Ведь, на самом деле, вы же все-таки этого человека уважали. На самом деле, вы общались с ним. На самом деле, у вас была взаимная ситуация. Значит, что-то еще, кроме любви, у вас есть. Уважение, восхищение, там, какой-то созвучие и так далее. И в этом плане, этот человек не одинок. И чтобы вы не чувствовали такого вот желания ощутить вот это вот эмоциональное единение, то вам нужны еще люди, чтобы это эмоциональное единение ощущать. При этом, это могут быть и подруги, это могут быть друзья, это могут быть коллеги, кто угодно, лишь бы у вас было эмоциональное проявление и к ним тоже. И вот тогда вы будете наравне с мужчиной, и тогда у вас, возможно, будет в меньшей степени проявляться данные приступы, данные проявления, негативные проявления эмоций. Вот. Дальше. Мужчина может где-то себя еще реализовывать, а вы нет, звучит именно бредом. По вашему мнению, женщина только в отношении себя реализует, и все. Просто ваше сообщение на что до того момента заирает человеку в душу. Что не произошло специально, это просто было истинным и естественным в тех обстоятельствах, в которых я это сделал. Но в реальном направлении, что больше в себя, я считаю, что нарастался с друзьями, всегда хватало общения с людьми, одиноко я себя не чувствовал, я люблю уединение, проблема чаще в том, что другие люди не то, чтобы жалуются, но просто говорят, что я им не уделяю внимания. Значит, смотрите, какая получается вещь. Это, видимо, несколько болезненные темы, тема реализации. Я надеюсь, что вы правильно понимаете этот момент. Дело в том, что еще раз говорю вам о такой момент. Значит, люди в общении с собой, в общении друг с другом, каждый себя реализует. Вы могли искренне мужчине признаться, потому что это, собственно говоря, было естественно. Но для мужчины этого значения, которое вы предаете тому, что вы сделали, не вознимело. И вы раскрыли мужчину, значит, свою душу по той простой причине, что вы в этом нуждались. Вот вы и нуждались в том, что мужчине души раскрыли. Вы это сделали. И вы ждете теперь, что человек к вам будет обращаться, ну, вот, так, как вы ожидаете. А этого не произошло. И в результате вас возникает, собственно, вас задевает. Почему? Потому что вы, опять-таки, не привыкли к этой машине. Но он не открыл вам душу. По крайней мере, вы об этом не пишете, что он открыл вам душу. Значит, он может сделать это еще и другим людям тоже. А вы нет. Вы ему открыли душу. И в силу того, что вы открыли душу, вы к нему привезли. А он нет. Он к вам не привезал. У него общение, опять-таки, как я понял из вашего рассказа, менее интимное, чем с вашей стороны. Да, он с вами с чем-то делится. Да, он с вами, он рассказывает вам. Но вы так себя ведете только с ним, а он так себя может вести не только с вами. По крайней мере, он другим людям может так же рассказывать о себе что-то, так же может реализовать что-то и так далее. Если вы только ему раскрыли свою душу, хотя, ну, это признание в любви или, а что, неплохо было бы, если вы хотя бы как-то пояснили это понятие, что значит, раз как человеку душу. Как я понял, вы его любите, но в любви, опять-таки, вроде бы не признались. В общем, этот момент можно произвести, но по желанию. Так вот, если вы раскрыли человеку душу и сделали это только ему, только для него, то он, может быть, раскрывал свою душу всем, но по чуть-чуть. И именно поэтому такой тяги к вам он не чувствует, как вы к нему. Потому что вы для него значите, может быть, много, как девушка, но девушка может подозреть, когда парень экзамены закончил, да, когда экзамены сдаст. А он для вас, ваш, не только как мужчина, но и как человек тоже. Потому что к человеку только ему вы раскрыли свою душу. И вы к нему тянетесь как бы вдвойне. А он вам тянется только, может быть, так вот, ну, в меньшей степени. Я надеюсь, это понятно. Дальше, что, значит, я хотел вам еще сказать, значит, ну, вы пишите, что, значит, не переживает, вы не переживаете решить вы или нет о моей проблеме. Я заплатила вам и хочу получить решение проблемы. Даже вопрос не только в деньгах, сколько просто в том, что я хочу разобраться с этой проблемой. Но что? Вызывает у меня, но это не выдывает у вас эмоции, просто хочу. Я знаю, что я, скорее всего, эгоист, но с этим человеком эгоин больше не действует. По-моему, если в этой ситуации я хотел бы быть эгоистичной, то на сообщение перенос сообщение неделю, сразу бы высказала свои негативные чувства к человеку. Вы знаете, на это можно сказать только то, что эгоист так же сделал, будучи у меня низкоинтеллектуальным. Поскольку вы человек высокоинтеллектуальный, то вы так не сделаете. Нам вот это означает человека от себя, отстануть человека от себя, отпугнуть, а вы этого не хотите, потому что он вам нужен. Он вам нужен, ведь вы ему даже доверились. Вы знаете, момент заключается в том, чтобы вы правильно меня поняли. Чтобы вы ни в коем случае не воспринимали мои слова как-то негативно. Момент заключается в том, что этот человек для вас теперь прям взял значение. Вопрос в том, что вы хотите для этого человека делать. Что вы хотите, в каком направлении вы хотите для этого человека эмоционально двигаться. Если вы хотите делать его счастливым, если вы хотите а если вы любите его, то любовь отношает принятие его таким, как он ест. Вы его уже, таких, как он ест, не принимаете, потому что вам хочется, чтобы он вел себя по-другому. И мы об этом говорили, говорили о причинах. Соответственно, либо у вас направленность будет такая, что вы будете принимать его поведение, никак вас не задеваясь оба. Например, вот человек говорит, что у него дела, он не может с вами встретиться. Вы его принимаете, потому что понимаете, что если бы он с вами встретился, ну, то он, странно, думал бы о своих делах, а значит, не был бы счастлив, а значит, не мог бы получать удовольствие от встречи. Вы это понимаете, и поэтому не стали его заставлять. Но это понимание идет из сердца. А если вам хочется для себя, именно для себя, а пока все указывают по эмоциям, что вы именно для себя хотите, то нужно понять, а что вы получаете вообще в общине с этим человеком? Кроме любви, кроме личных отношений, я об этом говорил, по-моему, я дал различить личные отношения, любовные, которые направлены именно на желание делать человека счастливым, иногда, и на отношения, направленные именно как отношения общечеловеческие, то есть, человек с человеком. Вот нужно на этот момент тоже разделить. Что вы хотите от общения с ним? Что вы получаете от общения? Почему он и дается в общении с ним? И почему вы не воспринимаете отказ от общения с вами тогда, когда вы этого хотите, потому что вы можете любить человека как мужчину, но в общечеловеческом понимании нуждаться в нем, как в том, кто вас понимает и кому вы можете доверять, и смешивать подобное очень опасно, если вы хотите с этим человеком встречаться и иметь интимные отношения, хотя опасно именно для вас, потому что вы ну, слишком много такого человека будете вкладывать в своих эмоций, и если он вдруг, допустим, как любимый мужчина, ну, просто как мужчина, не оправдает вашу поддержку, то вряд ли вы сможете доверять ему и как человеку тоже. Может быть, вы попытаетесь, но вряд ли сможете. Это может означать для вас, как конец такому вот доверительному отношению и, как конец эмоций. А в силу того, что сознание у вас сейчас расширилось и вы стремитесь к этому, но могут возникнуть некоторые негативные проблемы, негативные моменты. Значит, дальше, значит, так, не хотели причинять человеку боль, не хотели как-то испорчить, абсолютно так, ну, в принципе, это все понятно. По примеру того, что очень интересный собеседник. Вот я уже говорил, в моей жизни есть другие, но к ним нет особого интереса. Ну, про интерес, в принципе, мы с вами говорили про то, что вы не хотите причинять ему боль, это хорошо, но это говорит, как бы, ваш разум. То есть мы сразу пришли к выводу, что человеку нужно оставить личную процедуру, да, человеку нужно оставить место для маневра, человеку нужно дать свободу, иначе он может сбрыгнуть. Это у вас, судя по всему, было на уровне интеллекта. Вот на уровне чувств вы думаете совсем другого. На уровне чувств вы обижаетесь. И то, что вы обижаетесь, то, что вас задевает и говорит о том, что вот вы опасаетесь, вы нудаетесь вот в этом вот эмоциональном, живом, вовлеченном общении. И оно у вас только с ним. И если для любви, для любого из отношений хорошо, когда человек своего любимого воспринимает, ну, как единственного, это здорово, то в общечеловеческом смысле этого слова, когда человек, вот как именно, как интересный собеседник, да, как человек, с которым интересен, видит только одного, это очень опасно, потому что, ну, во-первых, вы только с ним можете реализовываться, а другой человек, скорее всего, реализуется с другими. И из-за этого вы нудаетесь всегда в нем больше, чем он у вас. И из-за этого возникает зависимость. И поэтому я вначале вам говорил о том, что нужно постараться тогда определить, какие качества в людях вам интересны, почему вам интересно общаться именно с ним, постараться определить, почему вам интересно именно с ним общаться. Может быть, вы сможете выявить какие-то моменты, которые вызывают у вас симпатию. Если, конечно, это не только любовь и нелюбовь с чувством. То есть, человек тот же самый, но любовь на окраску, а симпатию к нему, как к мужчине, вот это вот все обычное превращает в необычное. Тогда да, тогда все прекрасно, тогда все хорошо. Но это не отменяет того факта, что то, что вы реализуете с ним через любовь, он реализует не через любовь с другими людьми. И это также накладывает определенный отчаток на ваше общение. И в таком случае можно говорить не о интересах к человеку, а о желании любить, желании любить и быть любимой, о желании реализации себя как женщины. Думаю, этот момент вам нужно разобрать. Он достаточно сложный, этот момент. Ну что же, я думаю, что, в принципе, на этом можно закончить. Я постарался разобрать основные моменты, которые вы описали. Хочется мне добавить еще в конце только то, что вы в некоторых моментах со мной как бы спорите. Так вот, понимаете, в чем дело? Я не хотел бы, как бы, ну, вовлекаться в спор с вами. Я не хотел бы, чтобы вы, например, пытались мне доказать что-то, или я что-то вам хотел доказать. Этого на самом деле не нужно. А вы обозначены проблем. В этой проблеме есть куча причин. Как нормальных естественных, так и проблем ваших социальных и личностных. Если вы где-то, в моих словах, увидели сами для себя соответствие с собой. Если вы увидели, что вот где-то в этом направлении вам нужно развиваться, в этом направлении вам не нужно развиваться, или и так далее. Вы примите это. И постарайтесь действовать в данном ключе. А если вы считаете, что вот я, например, в своих высказываниях нигде не плох, да, это значит, что мои представления о том, какова природа ваших проблем, либо неверно, либо вы еще не готовы к тому, чтобы, ну, чтобы смотреть на свои проблемы именно так. И в этой ситуации, опять-таки, нам поможет не спор друг с другом, а в этой ситуации нам поможет лишь то, что вы примите для себя эту информацию, сука, которую я вам дал, а попытайтесь эту информацию проработать. Ну, то есть, как бы пропустить себя и посмотреть, как вы на нее реагируете. Может быть, даже спустя время. А вам, в принципе, если вот мои, ну, моя точка зрения, да, они подходят, вы можете обратиться к другому специалисту. Может быть, он подскажет со своей стороны другие взгляды на вещи, которые вам покажутся более, ну, близкими по смыслу. То есть, поймите, я не хочу с вами спорить. Спор всегда раздает негатив. Ну, и ладно, вам помочь. Если вы увидели мои экзамены, это полезно, хорошо. Если нет, ну, значит, нет. Значит, так к тому и быть. А в любом случае, я старался. Пожалуйста, вам помочь. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что не лишним было это видео. Желаю вам удачи. Спасибо.